на следующий день чуть-чуть с утра пока прохладненько подготавливаемся проходим ищем прямом смысле этого слова ищем какие-либо сориночки это 600 . под сольвентную базовую краску лучше использовать 800 . 600 может быть крупновато примеру на серебре я крашу водой поэтому и в этом есть чуть-чуть разница 600 для воды нормально для сольвента такое на грани скажем так ищем и если что-то есть из соринки она обязательно скажем так покажется нам ничего нет это хорошо то же самое проделываем со всеми остальными элементами протираем все липкой салфеткой и будем еще раз переклеим думал что смогу показать сориночку ну к счастью таких соринок которую именно можно увидеть на грунте мух рыпо мокрому обнаружено не было протираем все липкой липко у нас собирает вот этот опыл обдувать его в процессе сейчас смысла нет потому что все что мы обдуем тупо разлетится по помещению потом мы это будем видеть на покраске нам это не нужно то есть это не последний аптер липкой салфеткой будет еще после того как все до заклеится то есть нужно переклеить внутрях дверей там все кантики арочки и потом будет еще раз протирка липкой салфеткой и продувка окончательно уже перед нанесением баз антистатическим пистолетом сам процесс покраски он никогда особо долгим именно от нанесения база лака грунта не является потому что нанести грунт вот эти все детали это 45 минут нанести базу пусть там 10 минут и нанести лак полтора слоя пусть еще 10 минут то есть общего процесса покраски ну полчаса а вот все остальное занимает гигантскую массу времени особенно вот это вот подтирочка переклеечки доклеечка и на этих моментах вот реально любой малер с опытом скажет что на этих моментах не стоит торопиться времени вы тут не сэкономите поверьте полировка потом стоит по времени и по деньгам в том числе гораздо больше чем просто походить потерять липкой салфеткой подуть воздухом почиститься еще раз где-то обезжириться если нужно в случае чего я видел что тут в этой секции скотч почему-то так себе держался надо потерять обезжирочкой там повыдувать посмотреть что там не так было сделано может и это будет лучше чем потом стоять и пилить бревна мусора которые вылетели потому что где-то не удержался скотч потому что вы там поленились обезжирить лень-лень двигатель всех наших косяков у меня еще иногда двигатель прогресса повыдувать все тут на полу пройти подуть потому что может под фильтром где-то подняться потом пыл а пыл в общем вытираемся еще тут заклеиваться надо все готово к открасу здесь тоже 2 здесь 3 закрутим и 3 выкрутим 1 2 3 и давление двойка этого из 400 для воды поехали и 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 Продолжение следует... 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 все последний вот это проход это был эффект сейчас все высохнет я пройду посмотрю на с фонарем в темноте в полной все ли торцы все ли нормально продукт потому что на черном цвете бывает такое что торцы подсвечиваются ну так вроде все неплохо ждем сушку ну что давайте посмотрим я тут вижу по торцу надо именно с торца пройти чуть-чуть так-то в принципе этого видно и не будет но знаете при желании вот тут надо торец пройти при желании до колупаться можно до колупаться вот тут на торец чуть пройти ну тут все четко суда дело том что и грунта не было туда можно чуть-чуть пыльнуть изнутри идем дальше тут четко тут четко кстати частая проблема вот эти полки верхние не прокрашены то есть надо и на них так высвечивать ты свечу точечным включаем холодный светим так все нормально чисто вот торец там торец тут да именно то за что я говорил что сугубо торцы и вот смотрите какая красота по сути весь торец как-то так сейчас берем продуваем а и бампер надо прикрыть что-то я тут провтыкал зону доделываем уменьшаем подачу не о том что вот так в камере когда смотришь она все нормально вообще никаких вопросов но именно под фонарь можно увидеть смотрите вот так ни черташ не видно все четко и тут тоже все четко так и вот тут так так вот и Продолжение следует... Сейчас идем разводим лак, тут кузов теплый, потому что камера нагревалась для сушки. Оно сейчас быстро высохнет. Пробежимся все с салфи-тосиком. Ну что, погнали. Тут тоже два оборота. Здесь два с половиной сейчас на первый проход. Давление два и погнали. Начнем с дверей, потом кузов и бампер. Все вдуто, липкой салфеткой пробежался, переклеил тут парашютик. Все хорошо повыдувал. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Звучит покорюкаж. 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 Звучит покорюкаж.